а здрасте друзья всем привет уленьки у нас продолжается золотой колос и обычно я конечно начинаю серию на базе но сейчас вот я еду на грузовичке и еду в порт и это необычно я не знаю почему так приключилась но приключилась именно так в общем-то друзья всем приятного просмотра и да про лайкусики не забывайте если не подписан на канал то подписывайтесь в общем то вы все прекрасно знаете погнали в общем то что-нибудь делать а приехал я друзья сюда по одной простой причине нужны комплектующие точнее комплектующие а стройматериалы и надо ровно 60 кубов мы за 20000 их покупаем и сейчас я вам покажу для чего а нужно нам друзья это хреновина потому что я замутил стройку и стройку не обычную она коровники вот прям вот так вот сразу она здесь небольшая абсолютно и здесь у нас находится склад молока требуется для стройки всего лишь 60 литров комплектующих 60 кубов и точнее и в общем то мы их привезли давайте откроем меню строительные фирмы и вот он коровник склад молока я заказал стройку в прошлый игровой день работа выполняется 0 процентов 8 часов утра она начнется вроде как он довольно быстро его даже поставят построят я тут обратил внимание что на коровники у нас довольно таки маленький склад 150 кубов надо его расширить хотя хреново знает как еще коровки будут давать молочко на самом деле после прошлой серии в конце дня посмотрев на наш баланс увидев там 2 миллиона я подумал что коровок друзья мы все-таки купим еще и на третий корпус я это сделал правда есть небольшие проблемы с моносмесью она заканчивается вот принципе вы можете видеть всю картину сколько чего было израсходовано за первые сутки вода у нас понятно пополняется сама все остальное но можно брать со склада моносмеси нету моносмеси надо запустить по моему там кстати что-то у нас оставалось корма смеситель да есть кстати вот у меня вышел фикс один интересненький ну как фикс тут новая фича но в общем то теперь это здесь поправили это замещающий продукт был оказывается там проблемы с заказами были разные в общем-то моносмесь нам нужно я думаю давайте-ка мы эту линию запустим и полностью пускай она работает все вот это вот делается моносмесь сено травы я надеюсь мы сегодня силоса надыбаем вообще силоса всей вот этой вот штуки идет только на вот эту вот моносмесь так они просто его не едят травку им надо будет давать поэтому травы теоретически должно быть больше у нас запасов чем сено трава жмых отруби мы будем вручную подвозить здесь их хранить негде свеклу морковь тоже придется именно так делать солому и и сено будет все автоматически пополняться из нашего тюку хранилища ну а если заканчивается то животное будут присылать нам смс-ку и да кстати в 0 часов дня у нас вылупились телятки так что теперь у нас их вообще три корпуса по 400 это 1200 и плюс еще 300 телят у нас появилось на свет им пришлось насыпать молока сразу точнее налить и все что было на складе в тот момент я им туда налил поэтому молоко у нас обнулилось но за ночь уже 10 кубов они нам тут дали так что все нормально ну и за сутки они у нас получается накакали навозе когда коровок в принципе все хорошо мы на смеси им потом подсыпем хотя знаете она настолько быстро производится что можно даже сейчас вот так вот взять подсыпать и все будет нормально да вот так вот бздынь 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 что еще у нас друзья происходит интересного на ферме во первых давайте по животным сразу пробежимся это птицы ферма у нас там еще цыпляток вылупилась я уже засунул бройлеров они на 70 процентов примерно в 10 11 часов вылупиться там будет тоже все нормально только по-моему я их не перед до их не перебросил большой корпус хотя на самом деле какая разница sky в разных корпусах будут это все неважно комбикорма дохренища я думаю что у нас до конца карьеры его хватит теперь ну если что в принципе тоже не проблема если будем видеть что он заканчивается можно будет организовать как-то нужный посев и все сделать чтобы было чики-пуки и все было красиво также мы пробежимся друзья по заводам во первых масло экстракционный завод чего у нас тут у нас есть подсолнечное масло я его не фасовал 54 куба это с подсолнечника который был убран с 4 5 поля уже за кадром ли он также был убран за кадром 33 куба его есть жмых лузга я отсюда не вывозил по то тут все прям замечательно 52 часа на линии отжима масла и на фасовке 39 часов короче дохрена все нормально далее мебельная фабрика мы пока не трогали мельница у нас работала мы ее запускали тут у нас 15 часов до того осталось и на фасовку 33 часа в общем-то немножко она поработала опять-таки муку я не фасовал и ее тут на собиралась 330 кубов и в общем-то да она же разбивается на всякие категории на всякие бункера разные я ее пока что не фасовала она нам нужна не фасованная с этим потом будем тоже развлекаться далее друзья сахарный завод он прекратил свою работу потому что наконец-то переработала вся та свекла которую мы убирали где-то в начале прошлого сезона я вот сейчас в глубоком раздумье нужен ли нам сахарный завод будем ли мы заниматься сахаром но это я решу чуть попозже по крайней мере у меня есть время еще до посевной на следующую серию с другой стороны следующая серия у нас опять-таки не будет привязки по времени можно больше времени уделить уборки можно опять засеять свеклу и подольше ее убирать в общем-то это мы еще подумаем ткацкая фабрика дальше у нас работает но сейчас так как 7 часов утра она еще закрыта в общем-то но потихоньку перерабатывается но это прям тоже надолго будем еще шерсть добавлять сюда но когда это овечки появится пока что у нас их нету ну и друзья есть еще консервный завод в прошлой серии мы на него сделали запрос на томатную пасту переработалась всего лишь 40 кубов ну будем считать 50 будет во время суток в общем-то только концу сезона мы эту самую томатную пасту получим долговато на самом деле все эти заказы на производство работают было запущено в качестве эксперимент все не запустим еще одну но думаю что с этим мы играть не будем только если понадобится сделать какой-то контракт вроде как сейчас тут подогнали все это дело под контракты и все будет прекрасно еще друзья кстати новая фишка появилась ну как новая наверное она новой будет только для спонсоров потому что эта серия в общий доступ выйдет уже когда это все будет давно в релизе и все уже про это забудут но спонсорам скорее всего будет это интересно в общем то если мы кликнем а вот здесь вот на кнопочку депо мы увидим графу напоминания на самом деле это пока что просто тестовая вот это вот херня и так как кнопка то было не нужно по факту потому что паровозиков нету то запихнули сюда потом запихнут куда-нибудь другое место так что не обращайтесь короче с моей подачи новая фича карты напоминалки здесь мы вводим день игровой в когда это должно случиться и время сейчас у нас кстати 56 игровой день идет если кому вдруг интересно и можем поставить например на 720 ввести текст поставить лайкусик вот так и нажимаем кнопочку добавить напоминание и в 720 в 56 день у нас выскочит напоминание сейчас в общем то подождем пару секунд и увидим это в действии вот так вот но классно же на самом деле когда я эту идею только выдвигал в массы меня был гигантский список для чего можно ее использовать сейчас я вот честно говоря даже и одного пункта не могу ну то есть можно например я не знаю вот вы засадили теплицы и чтобы не провафлить уборку урожая с теплиц там и время вы мотаете например или еще что то можно вот 24 часа отмотать и у вас будет уведомлялка что теплицы созрели или там до того у вас осталось четыре часа завод работает четыре часа мотнули херак все вы не не пропустите то в общем-то на самом деле множество причин множество разных вариантов использования этой фичи может быть в общем-то игорю вообще респектуля классно работает довольно быстро это все было реализовано красота так что тут все работает все прекрасно я друзья кстати по поводу наших полей у нас сегодня опять-таки большая уборка но есть один небольшой косячок у нас еще не созрели поля в 7 утра а некоторые находятся даже не на последней стадии созревания но другой стороны можно будет быстро убрать 11 поле можно будет быстро убрать 21 23 3 тремя комбайнами потом уже на остальные поля как-то это все дело подкорректировать и сделать чтобы все тоже было четко я друзья сейчас жду созревания полей а кстати можно же не ждать мне друзья я жду созревания полей все остальную работу будем делать чуть попозже да вообще знаете друзья есть у нас небольшая работенка кстати у нас он лес созрел но лес чуть чуть попозже есть у нас короче небольшая работенка которую можно сейчас выполнить поэтому я наверное ее выполню во первых с уборки у нас вот такой вот прицеп тюков я его конечно же не буду отвозить на ткацкую фабрику потому что ну его нахер там еще целый год будет перерабатываться то что мы тогда привезли эти тюки мы продадим потому что деньги нам нужны денег денег у нас мало с деньгами у нас проблемы надо еще рассаду покупать семена производства запускать заказы животных покупать короче беда с деньгами сами понимаете в общем то это все дело надо продать здесь у нас 72 тюка по 4 куба каждый и что-то около 300 чуть чуть больше кубов если мне математика не изменяет мне в падлу считать и за калькулятором лезть в падлу давайте посмотрим сколько вообще это чудо сейчас стоит тухая солома льна ну почти по тысяче она продается и в принципе вместимость и жд станция бокс номер 11 и порт бокс номер 4 погнали прокатимся не знаю знаете они все продались кроме пяти штук я друзья предлагаю оставить их здесь и потом просто закинуть когда тут освободиться место мне на самом деле очень впадло ради пяти тюков сейчас ехать в порт это реально впадло потом мы сюда телепортнемся и ручками закинем все эти тюки на место также друзья параллельно у нас созрели теплички я чтобы вас не мурыжить в общем то купил рассаду поэтому то что мы сейчас баланс заработали я мигом это все дело потратил опять-таки клубничка для заработка потому что все остальное нам пока что не надо а клубничка тема как обычно мы ее будем продавать и кстати уже в следующей серии получается опаньки у нас тут отработаны грунт не вывезен ёшкин кот а я правил забыл про это подумал только они вывезен это вместимость все тихо не надо меня пугать так вот тут уже почти все закончилось 99 процентов плодоношения в общем-то тут с минуты на минуту все это дело созреет и уберется поэтому этого товарища мы по курсплею как обычно отправляем все это дело ёшкин кот сколько тут всяких маршрутов надо будет разобраться потом с ними просто с параллельной картой на которой я играю с параллельного прохождения для себя маршруты остаются они переносятся сюда в общем-то это дело мы отправляем ну и теперь уже точно ждем созревание а поле у нас созрело смотрите если напротив посмотреть ё-моё так мы сейчас уборку замутим ха погнали мутить уборку но прежде чем друзья приступать к уборке мы сделаем еще одно интересное мероприятие а это еще один заказ на производство для этого нам потребуется вот этот вот наш прицепчик для муки потому что как я уже говорил нам нужна мука россыпью и не просто так потому что я алчный никита да в общем то этого товарищу я уже все даже настроил чтобы и вас не мурыжить мы его отправляем работать мельница мука загрузка он забирает там россыпью муку и везет ее на хлеб завод мука разгрузка для того чтобы все было четенько прям я его настроил автогруз причем так чтобы он забирал прям нужное количество муки со склада прям копейка в копейку то есть мука пшеничная загрузить из склада мельницы и потом еще раз мука пшеничная он пять раз загружает со склада полную а потом вот не полный прицеп я ему тут выставил сколько 30 кубов а всего тут 33 вмещается короче чтобы все было прям четко четко я все подстроил все классно и плюс это кстати должно сэкономить время всего его надо будет сделать 10 поездок и поездки друзья не самые скажем так короткие то есть по факту у него будет один час на все это мероприятие 6 минут на одну поездку с учетом того что еще загрузка будет проходить моментально из-за автогруза но в общем то есть какая-то вероятность какие-то шансы хотя с другой стороны дорога вот на хлеб завод как видите здесь немножко петляет как она будет по факту получаться я не знаю но что нам надо все-таки сделать друзья какой заказ я подготовил я его еще не заказывал потому что время время там будет всего час хотя с другой стороны можно не париться она на складе останется и хлебокомбинат номер три друзья я хочу заказать выпечку она делается из муки ржаной и муки пшеничной или же фасованной муки но фасованная это возьми за свои деньги все раз фасуй до быстрее привезешь но зачем линию то заставлять работать и платить за это деньги мы и мы так не привыкли хотя было бы конечно быстрее и в общем то как и в прошлый раз 300 кубов друзья мы делаем 300 кубов выпечки для этого надо привести 195 кубов пшеничной муки 105 ржаной то есть пять поездок он делает по 33 куба и еще остается поездка на 30 кубов ржаной муки он три поездки делает по 33 куба и еще остается одна поездка на 6 кубов время выполнения будет 22 часа 24 минуты то есть следующей серии мы в начале уже будем иметь всю эту выпечку на складах можно будет ее забирать ну и стоит это производство будет 693 тысячи если мы ничего не привезем но мы туда привезем все и сбросим цену прям в два раза и это в общем то прекрасно меня сейчас больше всего волнует конечно же прописаны ли у меня маршруты на выгрузку муки но раз точки есть значит прописаны а как она там будет работать или нет ну автогруз то будет работать ладно в этом я не сомневаюсь в общем то давайте оплачиваем у нас есть один час на доставку сырья 813 в 913 скажем так это все закончится а давайте вот себе поставим напоминалку например в 910 утра тут появилась такая штука правда через депо в 910 нажмем проверить хлеб завод вот так вот хлеб завод 910 нам придет уведомление о том что надо проверить это все дело добавляем напоминание и мы будем примерно понимать что у нас происходит а может он раньше привезет хотя я в этом сомневаюсь на самом деле может быть придется потом ручками еще покататься такая вероятность тоже есть но пока вот он пускай катается мы его трогать не будем а тем временем кстати урал те самый добрался до тепличек уже до северных восточные он засеял пока я там игрался с этой всей хернёй у нас осталось 243 тысячи и кстати это довольно мало жаль ну ладно посмотрим может быть и хватит на моей потребности на первое поле которое мы будем убирать это будет у нас поле с морковкой я засеял 11 поле морковка и морковка нам в принципе нужна по моему и свиньи жрут и коровкам она нужна в общем-то всем она нужна и прошлый раз мы примерно треть этого поля убирали там около ста кубов получилось вроде как даже это все почти закончилось у нас или нет или я могу ошибаться короче собираем это поле с него получается примерно кубов 450 500 на вскидку то есть заполняем склад и забываем про то что нам надо будет выращивать морковку правда если контракта никакого не придет но если что можно будет это сделать второй раз и сейчас я кстати понимаю что я лошара я подцепил свекольную жатку в общем-то ладно в любом случае я это все ручками сейчас буду убирать что-то мне захотелось покататься на этом самом комбайне да и быстрее это будет эффективнее в общем-то когда я все это дело уберу мы тогда и встретимся ну или же раньше если произойдет что-нибудь интересненькое здрасте а я тут как раз завершая последнюю проходочку и вот оно пришло нам это уведомление блин классная тема вот мне она прям заходит то чего хотелось поезд конечно хочется больше но это тоже классно а поезд тоже будет ха я в общем-то друзья тут как раз убраю успел убрать все поле свеклы как ни странно и сейчас мы вот последний раз отправим вот этого вот пацана домой они там все едут на мойку я двумя грузовиками это все убирал тот наверное тоже уже то ли приехал на мойку то ли еще едет надо будет посмотреть еще как дела у нашего муковоза но судя по тому что у нас осталось четыре минуты а он едет заполненной значит он едет еще не последнюю доставку это значит но мне очень хорошо все можно открыть меню заводы хлебокомбината да еще надо выгрузить ему один прицеп и съездить еще за одним а время ожидания осталось три минуты нихрена шинки он не успеет но друзья можно попробовать это сделать вручную вот он как раз пошел разгружаться хрен его знает за три минуты я успею это сделать или нет но полетели и друзья таки не успел я это сделать заказ на производство отменен мне вернулась 338 тысяч но насколько я знаю если мы сейчас закажем выпечку на те же самые 300 кубов и скажем что мы опять все привезем и нажимаем оплатить у вас есть один час на доставку сырья и да вот надо 6 кубов эти привести поэтому товарищ тогда давай и едь разгружайся и потом на парковочку а мы возвращаемся к нашим баранам тут у нас все выгрузилась так что ты тоже давай есть разгружайся и на парковочку а ты товарищ мы тебя складываем и жатку мы тоже складываем все складываем прям вообще чтобы был сложен и сложенной и по автодрайву на автомойка база давай тоже есть доедешь ты доедешь тебя все будет прекрасно в общем то с этим все понятно поле кстати вот это вот уже культивируется тут вовсю я уже давно его запустил взял немножко фора себе хотя можно было его параллельно запускать я быстрее убирался чем он культивирует короче пусть культивирует можно вызвать еще самолетик это все дело удобрить вот так вот еще 2 600 мы тратим а какая жалость с деньгами беда ну ладно в общем то погнали смотреть что еще можно поделать здрасте а смотрите-ка чё нам тут я тут технику расставляю контракт пришел крупа овсяная 209 кубов время выполнения 57 часов если мы все уберем в следующий раз и запустим крупа ружку то останется примерно 24 часа на выполнение то есть крупа ружка должна будет проработать 24 часа есть у нее времени на это останется а у нас скорость крупа ружки она прокачана до 3 она прокачана 45 кубов слушайте можно брать 209 кубов 65 процентов у нас на выходе будет то есть если мне не изменяет математика то нам нужно собрать примерно 322 куба овса чтобы все это дело получить переработать и получить крупу овся на контракты нам нужны рейтинг хочу качать поэтому этот контракт я принимаю на всякий случай мы засеем 2 прям больших поля с овсом я надеюсь что этого должно будет хватить можно даже 3 на всякий случай да итак друзья с контрактом у нас все понятно по крайней мере это отвечает на вопрос что мы будем сеять и на самом деле я вот люблю когда есть план когда надо что-то делать иногда у меня фантазии меня подводит чем бы заняться чтобы посеять и получается неправильно но это все неважно в общем то мы запустили работу на поле я надеюсь у них будет все в порядке вроде как они нормально работали прошлый раз одному из двух комбайнов которые справа работает я еще выгружать соломку отправил пару чеков мы потом сделаем тут в общем то все ясно надеюсь они меня тревожить не будут вот прям очень надеюсь но если придется отвлекаться ну значит буду отвлекаться в принципе можно даже три комбайна зарядить было и самому на грузовичках покататься и я это уже практиковал в принципе довольно веселое занятие но ладно пока не будем этого делать погнали друзья на базу благо она у нас тут рядом нам надо запустить нашего урала чтобы он съездил за семенами овса потому что овес мы давно не сажали семян у меня нету я ему уже настроил автогруз я ему настроил автодрайв 4 поездки мы надо сделать три раза съездить за овсом и один раз за свеклой все таки я решил что свеклу мы посеем и запустим еще немножко пускай поработает сахарный завод не так много мы будем собирать свеклы я думаю как раз до конца сезона должно будет хватить в общем то товарищи мы отправляем и он должен будет все нам привести ну и друзья самое веселое чем я сейчас буду заниматься это наш лес я в общем то не знаю получится у меня сейчас это сделать или нет или я психану я хочу его весь выпилить вот прям сейчас не знаю сколько времени у меня на это уйдет и что случится быстрее поле уберется или я тут уберусь хрен его знает но в общем то если случится что-нибудь интересное или я вдруг закончу это вот тогда мы и встретимся сейчас у нас 934 хрен узнать сколько времени у меня на это уйдет в общем то я пошел пилить и пожелайте мне удачи а друзья отставить я еще про одну штуку забыл во первых заводы хлебокомбинат у нас пошло все вот это вот дело производится 4 куба уже сделалось почти этой самой выпечки она потихоньку тут выполняется я думаю что а ну чё я думаю там было написано 22 часа на это уйдет это будет быстрее чем томатная паста которую мы зарядили выполняться этим понятно далее друзья у нас вот эту всю пшеницу будут возить на мельницу поэтому здесь мы можем запустить мукомольную линию на помол пшеницы и друзья так как мука россыпью нам не нужна фасованная стоит намного дороже мы запускаем еще и фасовочную линию сначала мы за фасуем вот эту вот ржаную муку и пускай у меня уведомление кинет как он закончит после того как он закончит я закину фасоваться пшеничную муку и и у нас будет много здесь 267 кубов плюс еще дохренищи мы соберем с поля по того 15 часов еще она может проработать нормально а фасовочная линия 32 часа в общем то все нормально я надеюсь что они все справятся и к завтрашнему дню это дело переработать с учетом того что сейчас скорость переработки у нас повысилась уже третья стадия третьего левела у нас прокачана мельница то все это должно быть относительно быстро я по крайней мере на это надеюсь на сахарном заводе кстати у нас может быть его прокачать стоит может быть и стоит действительно ладно займемся этим попозже в общем то я пошел пилить и как я уже говорил пожелайте мне мать его удачи значится друзья прошло сколько-то времени хрен его знает сколько я забыл уже сколько я там засекал это неважно я спилил два ряда деревьев и знаете что но его нахер короче у меня сейчас нет ни малейшего настроения этим заниматься а вот серию закончить мне сегодня хочется поэтому я решил вот это вот все дело отложить на потом завтра вечером может быть у меня как раз вот послезавтра выходной можно будет устроить большой длинный стремец какой-нибудь для спонсоров например и вместе весело все эти дерева попилить и отвести на мебельную фабрику когда разберемся с полями когда будет свободное время сейчас в общем то ладно хрен на нее на эту площадку и на нее даже на траву наверно есть друзья другие задачи немножко тоже которые хотелось сегодня выполнить и погнали их выполнять в первую очередь друзья вопрос который хочется решить это денежный 214 тысяч денег у нас всего лишь есть на балансе это очень мало для решения тех задач которые у меня были поставлены на сегодня поэтому во первых есть возможность избавиться от жмыха во вторых нужно избавляться от жмыха у нас его много ну и в 3 как раз решить все финансовые вопросы сейчас очень много на белореченском зоопарке готов себя принять на жд-станции вот этот склад 476 кубов это довольно много это 8 поездок у таких вот по 59 кубов поэтому я предлагаю на 8 поездок этого товарища отправить все это дело возить сахарный завод жмых загрузка и жд где жд вот жд жд станция склад сыпучих и возить будем жмых во 8 раз съездит вернется потом на базу и все у него будет замечательно давайте только его на дорогу вот сюда вот выведем и все пускай катается 1100 с копейками он нам принесет даже больше около 20 тысяч прицепа будет так что 160 тысяч вроде как он нам должен принести надеюсь это решит наши финансовые сложности на эту серию далее друзья еще одна проблема о приехал приехал молодец но не проблема а задача надо друзья немножко собрать соломы травы и силоса начнем мы солома и я подумал что на сегодня именно на сегодня одного вот этого прицепа то есть мы нижний слой загрузим тюками соломой потом второй слой с травой и третий слой силосом и этого должно будет хватить для сегодняшних так сказать мероприятий поэтому давайте вот это вот все дело сейчас соберем один прицепчик вот здесь вот остальное перепашем в землю не проблема траву видимо придется опять вот здесь косить потому что площадку я еще не расчистил нашу это я конечно зря я это прекрасно понимаю но что поделать а вот по быструхе кстати мы тут и набрали нижний вот этот вот уровень и не знаю можно ли это назвать прицепом но можно да черт он застрял да ну как так то ладно давай мы сами погрузим и сейчас нужно решить вопрос с травой для этого погнали пригоним сюда косилку на нас как раз вот тут а вот стоит сезам откройся 24 300 с одного прицепа у нас получилось это же мы их продался там кстати с автобус этого сахарного завода довольно близко ездить на жд станцию поэтому должно получиться прямо еще быстро но после того как он съездит он вернется на автомойку вот так это все работает итак друзья какой у нас план действий значится собираем траву сзади я за собой на косилке буду катать вот этого тюковщика он будет выключен и я буду просто косить сзади на фолуме будет ездить трактор который будет тюковать это все дело сзади будет ездить man который это все будет дело подбирать и когда мы собираем сколько там надо тюков 24 по моему я поменяю местами тюковщики и класс будет ездить уже с этой тюкалкой тюковать и обматывать я буду продолжать ездить косить с выключенным другим тюковщиком да на этой косилке можно сразу же этот тюковщик включить но я друзья не хочу это вот останавливаться выгружать обматывать выгружать я хочу просто ехать и буду за ними наблюдать В принципе, наверное, можно даже таймлапсик забубенить, почему бы и нет. Давайте только косилку мы откроем. И надо сделать, чтобы он по центру это все дело травку оставлял. Сколько тут травы будет, я без понятия. В прошлый раз вроде как мы нормально накосили на целый прицеп. Или не хватило там на целый прицеп, я не помню. Ну, короче, если не хватит, поедем на другое поле обкашивать траву там. Потому что площадку я еще не подготовил, каюсь, грешен. А тюки нам нужны. Так, волок соломы, насколько я понимаю, надо поставить рабочую сторону. И с косилкой у нас все понятно. Далее, надо вот этого вот товарища тоже завести, включить. Включить тюкалку и включить ему без всяких смещений только. Follow me. Вот так вот все отлично работает. Ну и, конечно же, мана с автоподбором мы тоже запускаем. Он тут немножко подзастрял. И сам он, видимо, да, не выберется. Ничего, я сильно его вытащу, не проблема. Этого товарища мы тоже цепляем на follow me. Нам это мешает объект. Что за объект ему мешает, хрен его знает. Но вот так вот вроде ничего не мешает ему. Замечательно. Я, в общем-то, погнал косить. Буду смотреть, как там что. Если все, конечно, запустилось. Но вроде же должно было запуститься, я не знаю. Едете вы за мной? Нет? Едут. Отлично. В общем-то, косилку мы включаем. Опускаем. И поехали косить. Мы вот так вот едем. За нами остается вот такой вот волок. Ну и сзади тюкалка будет все это делать, тюковать. А ман сзади будет ездить это все подбирать. Ман же не за косилкой поехал. Он же не может ехать за косилкой. Правильно? Да, мне нужно будет останавливаться периодически, чтобы они не отвалились. Следить за всем этим. Но, по крайней мере, не надо будет тыкать на кнопки и смотреть, как оно там выгружается. Я буду просто ехать. В общем-то, когда я набью прицеп, друзья, мы встретимся. Или все-таки таймлапс? Нет? Нет, тут некрасивый таймлапс получится. Встретимся, когда я все доделаю. Ну что ж, друзья, в общем-то, много времени у меня на это ушло. Но я тут больше времени, конечно, пытался подгонять это все дело как-то под ровность, что ли. Считал, высчитывал, где что. Так что тут странная ситуация получилась. Давайте мы всю вот эту технику, которую мы использовали для покоса, выключим и оставим здесь. Кстати, маленький тюковщик не цепляется к этой косилке. Зато цепляется вот к этому прицепу, поэтому я его катал за собой здесь. В общем-то, подбираем последний тюк и у нас, друзья, стоит здесь ровненько, четенько по 24 штучки каждого вида. Технику, как я уже сказал, мы пока оставим здесь. Погнали, отвезем эти тюки туда, куда я запланировал их отвезти. Кстати говоря, у нас 408 тысяч на балансе. У нас там жмыха продалось много. Давайте посмотрим, что там да как у нас со жмыхом. От него можно избавляться вообще полностью, если так посмотреть. Он у нас лежит на сахарном заводе. Еще осталось 300 кубов на сахарном заводе. Еще до хрена, кстати, лежит на маслоэкстракционном. Тут лежит еще 750 кубов. Про запас можно, знаете ли, соточку оставить. От всего остального можно избавляться. Мельница у нас работает. Уже привезли туда 290 кубов пшеницы. Ржаная мука тоже уже фасуется. Половина зафасовалась. Тут, в общем-то, тоже все хорошо. Ткацкая фабрика работает. У нее тоже все хорошо. Она медленно работает. Хлебокомбинат уже 25 кубов сделал выпечки. Это не похоже, если честно, что он за 24 часа все сделал. За 22. Ну ладно. В консервном заводе уже 50 кубов выполнено, даже больше. Но тут понятно, тут долго это все будет делать, производиться. Короче, погнали. А, я же хотел посмотреть жмых. Может быть, еще стоит отправить того пацана еще повозить. 236 кубов можно отвезти на ферму Кузнецова. На данный момент, видите, на ЖД-станцию мы всю забили. Там ничего нет. А это ровно 4 поездки. По 59 кубов. Давайте запустим, наверное, его, да? Как-нибудь переместимся. О, пацаны, вы же так далеко не уйдете, если так будете вот херней страдать. Я, на самом деле, их довольно редко разнимаю, но иногда приходится. Медленно, очень медленно идет уборка поля, если на автодрайве, даже с двумя комбайнами. Очень большой простой идет. Гораздо быстрее, 3 комбайна и я сам на грузовичках. Но это все не важно. Давайте найдем того вот человечка. Скажем, ему съездить 4 раза. После этого, пускай он уже едет на парковку. Ага, не захотел он здесь загружаться. А, ему, кстати, на ферму Кузнецова надо, а не на ЖД-станцию. Ферма Кузнецова. Кузнецов-выгрузка, во. Вон туда он пускай едет, катается. Круголя решил сделать, ничего страшного. Мы возвращаемся обратно сюда, на поле. Погнали, в общем-то, отвезем тюки туда, куда я хотел. А привезти я их решил, друзья, на овчарню. Потому что надо, друзья, еще завозить нам и овечек. Как же без овечек-то? В общем-то, здесь точно такой же склад тюков находится. Может быть, он, конечно, меньше по размеру, но в сути это не меняет. В общем-то, выгрузим сейчас сюда тюков, прицепчик. И вроде как должно у нас все быть хорошо. Надо проехать только аккуратненько вот здесь вот по триггеру. Не перевернуться и не рассыпать тюки. Все нормально. Бздынь, бздынь, бздынь. Все попадало. Это прекрасно. Ну и маны мы тогда глушим. И погнали посмотрим, во-первых, на этот склад, как оно там стало. Все ровненько в ряд, видите, все одинаковое. Все есть. Погнали смотреть по менюхам. Во-первых, склады. Склад тюков овчарни. Тут у нас, в принципе, все есть. По 96 кубов привезли. Нормально. Далее, друзья, животные. Подсоединяем склады. А, они уже подсоединены. Склад круглых тюков и силосная башня. Больше им ничего не надо. Нужно, по сути дела, силос. Он у нас есть. Сено-трава. Это у нас есть. Вода, надо починить башню. Молоко, это только молодым мы потом привезем. И солома, которую мы тоже привезли. А значит, друзья, мы можем купить овец. Только, да, погнали сначала башню починим. Только я не помню даже где она находится. Видите башню водонапорную? Я вот не вижу. О, вижу, увидел. Погнали, пробежимся. Опаньки. Монетка где-то. Вот она. Здравствуй, монетка 62 штуки осталось найти. Вряд ли я их, конечно, найду, но не важно. Итак, 7900 мы на устроении не чиним. Она загудела, заработала. Все прекрасно. Ну и давайте тогда покупать овечек. Я же говорил, что нам деньги нужны. На овечек нужны были. Овечки, благо, не так дорого стоят, как коровки. У нас есть два корпуса по 500 штук и корпус для ягнят. Они будут плодиться, эти по 500. Я предлагаю, друзья, купить по 400 в каждый корпус. И это будет стоить по 150 тысяч денег за корпус. Этого 300 тысяч мы тратим. Может быть разных взять? Белые, бурые, черные. Давайте белых возьмем. 400 штук в один корпус. Давайте в первый корпус черных возьмем. Да, черных 400 штук. Вздынь. А во второй корпус берем белых. 400 штук. Итого. У нас тут все хорошо. Заполняем им вот это вот все дело. Им как раз должно всего хватить. Ну, ягнятам тоже, соответственно, мы это все дело заполнили. Солому они уже начали использовать. Это прекрасно. Итак, у нас тут все в зеленой зоне. Молоко 100%. А откуда оно здесь взялось? Или я его... Черт, я им случайно купил молока, да? Да, я им купил молока случайно. Сорян. Можно было, конечно, перевести, сэкономить на этом. Ну, ладно. 12 тысяч, так 12 тысяч. Вон, сожмыха сейчас это все дело окупится. Так вот, у нас все по 100%. Все в зеленой зоне. Все прекрасно. Продуктивность 100%. Уже они начали какать сразу же. Вот только приехали и сразу же обосрались. 55 литров. Кошмар. И начали давать нам шерсть. Посмотрим, сколько за сутки появится у нас шерсти. И будем что-нибудь с ней делать. Посмотрим, как быстро будет она перерабатываться в пряжу. Тут у нас вот тюков еще поосталось чуть-чуть. Я думаю, до следующего дня хватит им как-то это все дело продержаться. И мы как-нибудь уже будем решать эти проблемы с тюками. Впереди, друзья, уборка полей. Вот это вот все надо будет сделать. Лес надо будет весь выпилить и перевести на мебельную фабрику. Весь его сразу туда не перевезешь. Не знаю, как я его буду складывать. Может быть, буду потихоньку уводить время мотать, чтобы это все дело работало. Хрен его знает. Я пока... Никаких идей у меня нет. В первую очередь, друзья, надо убрать поля. Это первоочередная задача, чтобы замутить посев. Правда, поля еще не все выросли. Я, друзья, думаю, что завтра я проведу стремес на эту тему. Не знаю, открытый-закрытый. Наверное, для спонсоров он все-таки будет. Если хотите участвовать в таких стримах, в общем-то, знаете, что делать. Как-то у меня, знаете или нет, настроение в последнее время на стримах общаться. Че они там застряли, а, товарищи? А че вы поехали друг напротив друга внезапно, абсолютно? Вы че попутали вообще, черти? Ладно, пускай стоят, разберемся с ними завтра. Ааа, вот оно че, Михалыч. Это первая проходка, которая у них идет по... Я понял. Я понял. Ну ладно, мы тогда прерываем маршрут. Отгоняем его, чтобы он не мешал. И нажимаем кнопочку продолжить маршрут. Вот так вот по-хитрому мы это сделаем. Вот, они еще какое-то время у меня сейчас тут поработают, поубирают. А завтра, как я уже сказал, будет стримец. Хотя, для вас он был уже давно. А то я, знаете ли, наперед все записываю. Ты куда поехал, дружище? Вот расскажи мне, пожалуйста. Не дай бог ты на стартовую точку поехал. Ладно, давайте мы прервем маршрут. Крен с ним. Черт, вот то, что я его сбросил, это прям зря. Моего с этого товарища. Не будем сбрасывать, сохраним. Комбайны. Вот так вот мы его называем. Все, остальные работают, у остальных все хорошо. Тут все просто. В общем-то, я совсем завтра разберусь, потому что сейчас уже хочется спать. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Лайкусики, комментарии не забываем. До хрена лайков, и следующая серия выходит прям скоро. Потому что они, скорее всего, уже все записаны. Поэтому, да, это все по правде вот так вот. Кто хочет смотреть все серии заранее, плюс там стримы для спонсоров, плюс еще всякие другие грудечки у нас иногда там появляются. Спонсорка вам в помощь. Тем, кто уже это сделал, тоже отдельное спасибо. В общем-то, всем спасибо за все, да. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.